Девушки отдыхают Прошлым летом мне семьей довелось отдыхать в Крыму, в городе Судак, на берегу Черного моря. И конечно же мы с Егором не могли упустить такой шанс и не попытать счастья на морской рыбалке. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но путь к заветной цели оказался тернист. В день приезда мы с сыном отправились изучать Генуэзскую крепость. Это самая настоящая византийская крепость конца 7 века. В результате чего силы времени на рыбалку у нас попросту не осталось. Площадь крепости, кстати говоря, составляет почти 30 гектаров. О, поднимайся, смотри. На следующий день выйти на рыбалку в море не позволила погода. Несмотря на сильный ветер и на то, что море штормило, а пляж официально был закрыт, находились то ли очень отчаянные, то ли очень глупые люди, которые все равно лезли в воду. Не смущало их ни наличие грязи и водорослей, нанесенных волнами, ни риск утонуть в разбушевавшемся море. После того, как нашу сторону порывом ветра подняло и швырнуло деревянную тумбу, стоявшую у ближайшего кафе, мы предпочли ретироваться в гостиницу. Еще один день ушел у нас на заранее запланированную экскурсию. Но вот, наконец-то, мы договариваемся о морской рыбалке. Да не просто о рыбалке, а о рыбалке с настоящей пиратской шхуны. Вот она. Таврика. Но из шхуны тоже оказалось не все так гладко, как нам того хотелось. И потеряв еще один день, мы с Егором наконец-то отправились на причал. Сегодня у нас с сыном очередная попытка. Надеемся, в этот раз у нас все получится. Что-то с рыбалкой нам не везет катастрофически. Но вот сейчас время 6.30 утра. Мы идем на пристань. Там где-то позади нас наша шхуна, на которой мы отправимся на рыбалку. Но ни хвоста нам, ни чешуи. Однако с таврикой у нас в очередной раз не сложилось. Ходили мы вокруг таврики, ходили, а поплывем все-таки на сурожи. Вместо пиратской шхуны нам было предложено отправиться на катере Сурож. Выбора особого не было, да и откладывать рыбалку в очередной раз не хотелось. Вместе с группой других рыбаков мы взошли на борт Сурожа и отправились в море. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сама рыбалка происходила следующим образом. Катер вывозит рыбаков на известное капитану глубоководное место, где ходят стаи рыб. Там всем рыбакам выдаются спиннинги. Снасти довольно простые. На длинной леске, на разной высоте несколько крючков с мушками и тяжелый груз. Забрасывать далеко спиннинг не нужно. Просто откидываем дужку катушки и ждем, пока груз не опустился на максимальную глубину. Затем, немного подыгрывая удилищем, сматываем леску. Если угадали с местом и внизу стая рыб, то обязательно что-нибудь да вытяните. Бывает, что и по 3-4 рыбки сразу. Придерживай, Егор, леску. Вверх, скобу. О, поймал, поймал. Нормальная рыба. Молодец. Где ваша рыбочка? Вот она. Вот сюда вот старт. Вот, чтобы она не улетела. Вот она, твоя рыба. И потихоньку, сын, потихоньку, вот, подыгрывая вот так вот удочкой. Не просто держи, а так чуть ее подтягивай вверх. Вот одна сорвалась, и вторая сорвалась. Две рыбы сорвалось. Все. Два рыбы сорвалась. Просто вверх, чуть, отпустил, подмотал. Давай, давай, и у тебя получится. О, одна сорвалась. Высоков, высоков. Тихо, 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 тихо. Не поднимай. Стой, не мотай дальше. Эй, стой. Вот она, твоя, самая, самая крупная. Продолжаем ловить удочку, держим в руках хорошо, чтобы удочка входит. Откуда? Ну, место меняем. Это место, кто из-за ловит, на берегей, на берегу. Когда клёв ослабевает, владелец катера перевозит нас на новое место. И рыбалка продолжается по-прежнему алгоритмом. Доволен? Одной рукой, смотри. Аккуратненько. Вот. Одной рукой держишь. Загрузила. Поднимаешь свою удочку. Ну и дальше. Так, тихо, 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 тихо. Стой, держи. Держи, стой. Зацепился тучок. Тихо. И дальше всё как обычно, как ловил. Вон, давай, давай, давай. И я чуть вверх не забываю приподнимать. Приподнял, опустил. Приподнял, опустил. Вот у нас брык летела. Как у меня и забросов пустых больше, чем у тебя было. Кавринка, наша очередная. Кавринка, наша очередная. Кавринка, наша очередная. Три-четыре сразу. Да, ничего подобного. Стой. Только он что-то тут. Вот запутал он тебе немного. Держи удочку. Вот так вот держи. Не опускай. Сейчас я их отцеплять буду и разматывать запутавшегося. Вот. За раз поймал четыре рыбы. Видишь? Я, по-моему, сразу обошёл меня. По количеству, но... Так, сынок, тихо, тихо, тихо. Давай удочку не дёргай. Не ставлю твой. Да. А ещё мы не поймаем никого. Серьёзная работа, Катя. Серьёзная работа. Тихо, тихо, тихо. Стой, не дёргай. Выше не поднимай. Всё. Понял? Дело перемешиво. Удочкой играть не забывай. Главное не отступать и не сдаваться. У нас на двоих с тобой всё равно неплохо получается. Чего? Он уже приюта снизил. Сейчас, подожди, я рыбу сниму. Как-то не поймут, она у неё. Пока ты... Что нам говорят? Сейчас пироньку поймает. Так, смотри, а панк или нет. На. Сына, я тоже до твоего рекорда не дотянул. Ба-бах! Одна упала. Стой. А тут одна прыгала. Правда, спаслась. Я её не выдавала. Спасибо. Ну, это до того, как я ту отпусти. Смотри, высоко не поднимай. Ага, одна сорвалась. Смотри внимательно. Я смотрю. Вроде пока ставридка только попадается. А кунька было бы тоже неплохо поймать. Кого? А кунька было бы тоже неплохо поймать. О, шут. И не забывай, подыгрывай тюночка. Они иногда ловятся прям до жабра где-нибудь. Бульк сорвалась. За время рыбалки мы приезжали с места на место неоднократно. Основным нашим уловом была небольшая ставридка. Соседи порой вылавливали морского окуня. А рыбачивший рядом с нами мужчина трижды вытягивал ядовитую рыбу. Морского дракона. Чтобы заодно и на катере накатаем. Опа, ставридка сорвалась. Дракон. Кстати, похож на угря, как ты говорил. Вот мы, наверное, с тобой там дракона видели. Нет, тот был другой. Этот побольше, у него другой. А тот был немного другой. Там мы видели какую-то рыбку там с рожками. Ну и рыбку на угря какую-то пёсненькую похожую. Но это был тот с ней он. У него морда другая была. Раз, два, лови. Одну и вторую снимай эту с крючка. Осторожно. Рыба, рыба. Бери её нормально в руки. Одной рукой бери, второй крючок вытаскивай. Сильнее, сильнее, не бойся. О, молоток. Опачки. Ну, помогай. У. Ну, снимать. Вот ты поравнялся к самому. Ай, 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 тихо. Ага. Я не понимаю. Ау-ау-ау-ау. Какой начать? Слухой. Слухой. Слухой не заступился. За крючок. Ты не бойся. Так, ты её бери. Вот, взял руку. Поймау. Второй рукой крючок вынимай. Не надо рыбу крутить. Делай так, чтобы тебе видно было, где крючок. Чтобы по самому себе не посадить. Вот. Молодец. У вас так ужасно. Да? Будет у нас улов. Какой-то оно будет. Какой-то оно будет. Какой-то оно будет. Видишь, что? Ничего, сколько можно. О! Ага. Кто это? Это пикша. Пикша? Она не ядовитая? Нет, она руководит. Не ядовитая? Нет, нет, нет. А я подумала. Она другая. А я думала, этот широкоротый дракон. Ну вот у нас. Вот у нас первая глубоководная рыбка. Разнообразие какое-то. А точно есть. Да. А я смотрю, она. Да блин, она вот скорее. Она вот на глубоководную, кстати, смативает. Так это она и есть. Я, кстати, заметила, что они дракончиком одинакового цвета. Да. Вот это, наверное, все. Рыбалка продолжалась несколько часов. Но вот поступила команда поднять удочки. Помощник капитана собрал снасти. И мы направились к берегу. Мне рыбалка понравилась. Вот был бы, но было интересно. Вот наш лоб. Но я его показать не могу. Может быть, какой-то стук камеры. Я тебе хочешь здесь приснивать снова. Но довольно интересно наблюдать за рыбами, как за водой. Не понравилось. Наловили немножко рыбки. Сын сегодня со спиннингом первый раз был. Да, только на поплавочную удочку ловил на озерах. Поймал своих стабридах. За один раз четыре штуки вылавливал. Так что молоток. А еще один. А еще он был. Я думаю, пока подлапливал. Ну да. Наловили стабридки и одну пищу. Субтитры сделал DimaTorzok Прибыли, причалили. Окончена наша с сыном первая морская рыбалка. Еще раз повторю, что сын первый раз сегодня со спиннингом был. Учился обращаться с катушкой. Ну, вроде получалось. Наловили стабридок и одну пищу. И одну рыбу пищу. Какая забавная глубоководная рыбка с зубками. Вот. Рыбалкой довольны. Конечно, здесь никаких трофеев у нас не было. Но зато и скучно не было. Рыбку таскали, удочку закидывали. Рыбку таскали. И еще вроде кто-то наловил трех дракончиков. Ну, их от них не было, конечно. Да, рядом с нами мужчина ловил. Ему попадались рыбки-дракончики. Рыба ядовитая. У нее шипы на голове ядовитые. Руками трогать нельзя. Но нас, как говорится, Бог миловал. Мы такую радость не вылавливали. Я даже планировал, что посадить какую-нибудь скаврику на крючок и использовать ее как приманку. На живца хотел ловить. Мне не обошлось. Я не знаю, вы ловли. Снасти у нас не позволяли. Ну вот и все. Всем привет из Крыма. Ставьте лайки, дизлайки, кому не понравилось. Комментируйте. И до новых встреч. Пока. И еще заходите на мой канал. Называется Егор Тигрыровная. Пока-пока.